на телеканале беларусь 3 новины культуры витаю вас сегодня 25 классовика далее мы распавядзем што будзе отбываться на международном фесте дударский рэй у глубоким доведымся як означает за 130 годзе эйфелевой веже прананцуем знаковые проекты телеканала беларусь 3 а наприконцы поговорим с режиссером алексеем ляляуским про его нетыповые вельми маленькие трагеды и гэта далека не все што чакая вас сегодняшним выпуском державная академичная хоровая капелла имя ширмы представляет завтра в великой зале белдеж филармонии новую программу война и мир и она створена в формате спектакля перфоманса действа пазамежами и часом слухач станет светком поглыблення у музыку пластыку у разваги про войну и мир практически усе композиции представлены в программе прокучать у беларуси у першыню у тым лику же дача чакая су светная премьера твора беларуская композитора вольги подгайской вы я стил али написанного однослово для этого проекта адметную атмосферу концерте будя створать театр танца альтана международный фестываль дударский рэй пройдя с 3 по 5 мая глубоким на витчине на свято старожитного беларускага инструмента сгарутся дударыст польши македонии беларуси хорваты и россии утрукзенной программе вечарыны майстер-классы и урочистая на баженство у костёля открыть фестываль на аллее знакомитых земляков ля абюста засновальника першага профессийнага национального беларуская театра игната буйницкага тут пасторой завядзёнцы дударской супольнастю музыки сыграют имправизацию у паселку падсвилле отбудет а шесте дударова вечера на березе в озеро плеса представники краина удельниц познайомят слухачоу с музычными традициями своих регионов на выставе мода 13-14 гостагодзе у старым замку у гродни можно убачить прадметы знайденные за опошние месяцы при раскопках на замковой горы особливые уваги заслуговывают знаходки со скурой фрагменты пояса стеснением дитячий ботик прыгожая готичная аппликация широкимших аксессуаров разностойные подвески и кольца для строят не только змены моды а ле и верване уже хороу гродно яку мама хотела кап сын танцева у мары лакап хоть хтости с дятей пайшоу балеты юн стал я есть действенной марой а теперь позиционируя себе як тяглавы конь белорусского балета меркучи что мусиджа не кто усю тягнуть народный арты с беларуси константин кузнецов герой программы камертон завтра в 19.50 на телеканале беларусь 3 мама хотела чтобы я танцевал мне предложили хочешь поехать и в минск там родственники живут а я никогда в минске не был а заодно и попробуем поступить в хореографическое училище как раз был набор убачить мини копии рослин можно у галереи палаца румянцевых и паскевича у дяднями разгорнулась и выстава каски сёгуна таку гавы у интерьеры бансаи я ее представляю гомельский майстер дмитрий вихаров а прочь композиции с древцами и фигурками людей живелов и архитектурными творами гости экспозиции могут познайомиться с текстами исходних кадр а найболь стеканые доведуются шмат нового про выращивание и дагляд за карликовыми древами у польским городе ломжа у галереи под арками у першиню открылась а фото выстава экспрессия тела гродинского фотографа святланы лебедь автор у фотографии выкористовая танец я к адлюстрованье мовы тела керавник народного фотоклуба гродна александр ласминский маркует что в этой экспозиции распочне супрационерство поменьше двумя городами и обмен выставами надалей польские коллеги пропоновали залазить коллективный проект и суместный фото пленеру ближайшие зручные термины а теперь расповядзем куды варта сходить гэтым и днями киноманам самые лучшие премьеры бегущего тыдня фильмы яких долго чакали блокбастеры и малявничая стушки для дятей прауссеть киноновинки у нашей адмысловой рубрицы я нашел уникального специалиста для нашего дела вот только с ним есть одна проблема он сумасшедший на великие экраны выходить драма гульний розуму это биографичная стушка якая присвечена двум людям один зи их джеймс мюррей створальник оксфордского словника английской мовы а другий военный хирург уильям честер майнор який регулярно дасылау для словника листы с новыми а значэннями кали мюррей выращая познайомиться с майнором и он вымушаны ехать у турэмный пристанок для психичных ворых фильм заснаваны на книзе саймана винчестера права на экранизацию якой были набытые шоу тысяча девяцсот девяносто восьмым годзе головные роли выканали мэл гипсон и шон пэн франция франция ты вообще каких-нибудь французов знаешь кроме нас селен дион разом стыму проката выходить драма синонимы фильм распаведая историю ю а вы молодого переселенца за израилью перебравшуюся в парыж и он мэрыц стать саправдым французом явы полностью адмавляец от иурыта радзимы и зносинов сямьёй фильм был признана лепшим на оселетнім берлинском кинофестывалі а так сама отрымал приз международной ассоциации кинопрессы завтра камерной зале великого театра беларуси пройдя концерт музыка без межа у яким возьмутю дел беларуская спевачка татьяна гаурылова и месяца сапрано с голланды и рут в лимсе зы инициативой организовать свои саблевы концерт дружбы выступил выпускник беларуской академии музыки зараз выкладчик у амстердамской консерваторы виталь стахиевич у першым отделений прагучать вокальные цыклы майлера и вагнера у другим романцы чайковскага а прочтаго глядачо чакая сюрприз вокальный цыкл строк романсов на верши виталя стахиевича на беларускай мове музыку для аких написал таксамо наш суайчынник жорж сасновский а зараз керуем позерк замежи нашей краины гэтой ясной эйфелева вежа святкуя свое ста тридцати годзе это самая познавальная славутость парыжа як проходить урочистости у нашим сюжете што дня сотни туристов выстроиваю цувелизарную чаргу каб падняцца на самую пазнавальну славутость парыжа эйфелеву вежу яя вышыня 324 метра гэта знакавая славутость калі думыш пра парыж успамінаеш эйфелеву вежу у гэтым будынку ёснешта вельмі прыгожай яна унікальна таму што зробліна состалі гэта символ парыжа я пара внову ее з мастадонтом тому што яна виалізна і узрушаючая гэта вэдат не помню узведення вежы було промеркованна до открытя ў 1889 годзе сусветный выставы ў парыжа але ідея будавництва спадабалася далёка не всім супраць яе выступили 300 мастаков письменников і композиторов буты імліку александр дюма сын гідыма пасан шарль гуно яны называлі конструкцію бескарыстной і жахлівы аднак будынок ўсё ж такі был узведзіны галавным конструктарам став гюстаў эйфель яго імям і назвалі знакамітою жалезную даму дзя кучы высокодакладным чарцяжам будавництва ішло рекордна худка яну скончыласа за два гады два месецы і пяць дзён конструкцію зробілі з 18 тисяч 38 металічных дэталяв для сборки яких выкараскалі 2,5 мільйоны заклёпок сёння эйфелева вежа лічыцца адным символаў Парыжа што год яе наведвай 7 мільйонов чалавеў першага маю нашай століце выступить Миколай Дроздоў, російські навуковыцца доктор биологічных навук ведомы по перадачах у свеці жывёл і документальних фільмах пра природу. Будуча лекція збольше будзе мець импровизаційны характар. Цікавыя факты пра новакольны свет, падарожы і адкрытці, асабістыя назірані, меркаванні пра журналістыку і работу на талебачыні з перших вуснаў. Усё гэта чакая глядачоў ў першы дзень мая навечыры Миколая Дроздова. У Магилёвскі музею друку і фотографі разгарнулася выстава фатазамалёвкі Бурштыновага края, на яквы праставлены 35 работ ў дзельнікаў клуба «Ракурс» з российска горада Чарняхоўск. Наведульнікі можуць ўбачыць живапісныя краявіды Цветлагорска і Калінінграда, Курской косы, Вежу, Бісмарка і мост Каралевы Луізы і многа іншая. Выстава з'являецца працягам супраціоніства Гумиля і Чарняхоўска, а таксама фатаклуба ў гэтых гарадоў Максимус і Ракурс. Кожны тыдзень «Час кино» – сумецны праэкт Беларускай національна акадэмі Мастастаў і телеканала «Беларусь-3» працтавляя лепшыя курсавыя дыпломныя работы студэнтав і выпускніку акадэмі. Гэтым разам гость праграмы режісёр Рыгор Азаронак глядзіў час кино заутра ў 22 годзі на 55 хвілін, а адразу пасле заканчэння короткометражку Рыгора Азаронка «Салдат Хрыста» Юры Верабьевскі. Акадэміа даёт очень мощну базу. Она даёт вот этот вот корпус знаніў, літературы, корпус опыта, даже, можна, если можна так сказаў, для того, чтобы зделать первы шак. На Малостані Могилёвскага обласного театра ім'я Дуніна Марцанківіча завтра пройдзяму на спіктакль «Фістываль Тишыні». Паводбе п'есы беларускага драматурга і поэтессы Дыяны Балыка. Істория, заснаванная на реальніх падіях, пачынаецца ў студыі радыо «Неверленд». На фоні репортажаў з фістывалю «Тишыні» гучаць ўнутрэнэй монологі галонога гэроя. Сугучная темія праграма. Наколькі змрочный і містычный станецца і чым завіршацца. Однаковая інтерактивная замалёвка Бабруйчані і гості города доведаюцца завтра увечари. Днямі ў Брэскім абласным краязнавчай музей распачала работу выстава «Брэст. Горад Біблію», приміркованная да тысяча годзя города. На ёй працтавлены оригінал і факсімільныя выдання Брэскай радзівілаўскай біблію 1563 года. Новы запавед і псалтыр. Друкованная і рукапісны біблэйскія тэксты 20-го стагодзя, істория яких зрязана за бласным центром. Дапаўніць атмосферу 16-го стагодзя, тагачасная музыка і адмысловыя театральныя пастану. А далей вас чакая размову з галоным режісёрам Дзержавного театра «Лялек» Алексеем Ляляускім, які здоліў паказаць ўсім Пушкіна, якога мы не ведали. Ставарывшы нехрестаматыны в образ паэта ў сваім спектаклі «Бельмі малінкіе трагеді». Про гэтую пастаноку мы пагаварылі з Алексеем Анатольевичем. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. Очэнь малінкіе трагеді. Вот эта іронія, которая присутствует в названии спектакля, позволяє думать, что, на ваш взгляд, в жизни, в принципі, ничто трагическое не заслуживає скорбного отношення. Нет, трагедія – це трагедія. І сводство челавека настоящего – це погружаться в эту трагедію. Здесь немножко по-другому. Когда Пушкин в каком-то письме писав «Моі маленькі трагедії», он имел в виду короткі. А сейчас время такое, что масштаб трагедії, ну, наверное, вообще не осознається никем. Поэтому здесь іронія по отношению ко всему человечеству, а не по отношению к Александру Сергеевичу Пушкину. Потому что то, что он писал, сейчас нужно по-другому рассказывать. Может быть, поэтому произведення Пушкина не так часто можно увидеть сейчас на театральных сценах? Очень трудно отделить Пушкина от клише. И вот это клише, которое есть, оно сейчас абсолютно невостребовано. То есть это абсолютно непонятные нам психотипы людей уже. Да еще накладывая сюда образ сталинского Пушкина. Поэтому, наверное, вот эти вот минусы не дают большого притока постановок на театральные сцены. Хотя, когда находится способ разговора со зрителем, наверное, тогда Пушкин и появляется. Я делаю вывод, что к этому спектаклю вышли достаточно долго. Естественно, потому что нужно было понять в первую очередь, что такое Пушкин в то время. То есть вот чем он выделялся. А выделялся он ведь не литературой. Вот если взять, почитать сборники литературные того времени, там Пушкин один из авторов. Но он выделялся всегда скандальностью, доходящей до неприличия в литературных произведениях. И поэтому, наверное, он и выделялся на фоне современников. А гениального поэта, единственного той эпохи, из него сделали уже при советской власти. В связи с юбилеем кончины в 1937 году. Нужен был миф о том, что враги иностранцы загубили великого русского поэта, который дружил с царем, был ему близок. Вы думаете, спектакль может стать кассовым? Нет, ну что? Театр ведь сейчас не театр. Спектакль, он никого не интересует, как мне кажется. Это такое место, сходки определенной группы людей с определенными интересами. Я говорю сейчас о зрителе современном. О зрителе, который сейчас существует в России, в Польше, в Германии, во Франции. А когда люди приходят на спектакль, они приходят за новой театральной идеей. Вы думаете, Пушкину удастся собрать свою группу поклонников? А я не знаю, может быть, соберет. Может быть, кого-то не интересует ни Пушкин, ни трагедии, ни юмор, ни комический трагизм. Не о том, что многие столетия стараемся жить вроде бы по заповедям, а все время не получается. И вот эта грязь, которая сидит внутри, она сидит внутри каждого. Кто-то успешно ее подавляет, а иногда не успевает, не может ее подавить. Ведь Пушкин писал-то о себе, а ведь не только о каких-то персонажах, которые жили когда-то. Не про какого-то Дон Живана Дон Гулана, а про себя. Он очень точно проецировал ситуацию на те страхи, на те опасения, на те предощущения, которые будут у него внутри. Поэтому есть такие люди, они придут на спектакль. Я так понимаю, что перечеркнутый Пушкин на афише спектакля – это прощание со стереотипом. Да, с этим Пушкиным, которого не существовало, портрет, напоминающий школьные учебники и так далее, или ту серию забронзовелых Пушкинов, которую рассаживают по нашей стране, ставят памятники не тому Пушкину, который Пушкин, а ставят Пушкину из учебника. Спасибо, с нетерпением ждем премьеры и открытия для себя нового Пушкина. На сегодня это все. Глядите новины культуры не только на телеканале «Беларусь-3», а и на нашем YouTube-канале. Разом с нами будьте в курсе самых значных подей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин